Здравствуйте, дорогие невесты! Сегодня мы с вами поговорим об объединяющих традициях, которые лучше проводить во время выездной регистрации брака. Но мы не просто о них поговорим, мы сегодня на них посмотрим, а также вы получите список из 15 обрядов, которые вы можете уже сегодня взять себе на заметку. Приступим! Итак, прежде чем огласить весь список, как говорится, я подготовила для вас вопросы. Это так называемые самые распространенные, часто задаваемые вопросы, которые я слышу от своих пар. Итак, что же такое объединяющие традиции? Прямо сейчас разберемся и узнаем. В какой части выездной регистрации лучше проводить эти обряды? Также, почему нельзя проводить подряд два или три обряда? Почему лучше выбирать один обряд на церемонию? Ну и, конечно же, список из 115 объединяющих традиций, самых популярных, вы сегодня получите. Приступим! Для начала давайте разберемся, что такое объединяющие традиции. Это самое основное, потому что многие не понимают, что это. И зачастую, когда я спрашиваю своих пар, а будете ли вы проводить вот эти вот обряды, они говорят, нет, каравай и зажжение домашнего очага мы не берем. И если в вашей голове сейчас не сложился пазл, не беда, не пугайтесь, это нормально, потому что прямо сейчас я расскажу вам о 15 объединяющих традициях, которые я предлагаю своим парам, считаю одними из самых интересных и оригинальных. Поехали! Первая объединяющая традиция, пожалуй, самая классическая. Это песочная церемония. Далее, как альтернатива песочной церемонии, песочные часы. Третья объединяющая традиция – дерево любви, так называемая церемония посадки саженца. Далее, каменная церемония. Винная церемония номер один. Винная церемония номер два. Церемония завязывания брачного узла. Церемония с рисунком. Химическая церемония. Церемония перевязывания рук лентами. Под номером одиннадцать у нас значится церемония дарения розы. Красивый обряд запуска рыбок или обряд загадай желания. Номер тринадцать. Чайная церемония эликсир любви. Подходим к завершению. Здесь у нас обмен подарками на выездной регистрации. И пятнадцатый обряд запуск бабочек. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Как вы видите, тот список традиций, которые я подготовила для вас, никакого отношения ни к караваю, ни к сбору на мальчика, на девочку не имеет. Это совершенно иные объединяющие традиции, которые я рекомендую своим парам проводить исключительно во время выездной регистрации брака. И вот теперь хороший вопрос у вас ко мне. А почему именно во время выездной регистрации брака? Зачастую выездную регистрацию называют сердцем свадьбы. Я считаю, что это самое лучшее определение выездной регистрации брака. Почему? Потому что именно в этот момент, в момент, когда вы говорите друг другу проникновенные слова клятвы, или когда обмениваетесь кольцами, ставите подписями, или когда выездной регистратор объявляет вас мужем и женой, именно в этот момент происходит самое главное, то, ради чего ваши гости приходят к вам на свадьбу. Происходит рождение семьи. И мне кажется, что как нельзя лучше объединяющая традиция, которая служит символом объединения вас, ваших жизней и ваших душ единое целое, идеально будет смотреться именно во время выездной регистрации. Согласитесь, что именно в этот момент, в момент рождения семьи, важно провести объединяющую церемонию, на которой вы можете создать первую семейную реликвию. Почему я также рекомендую объединяющие традиции проводить именно во время выездной регистрации брака? Но тут все просто. Если вы будете проводить этот ритуал в середине свадьбы, или, не дай бог, в завершении свадебного вечера, то получается, смотрите, какая история. Во-первых, 35% гостей, скорее всего, уедут до завершения свадьбы. У всех могут быть разные обстоятельства. Кто-то в силу возраста устанет, у кого-то ребятишки, кому-то на работу с утра. Еще где-то 35% гостей к завершению свадебного вечера, простите, но из песни слов не выбросишь, будут уже не в кондиции. И это нормально. Поэтому, если вы хотите провести свадебный обряд, вот один из тех ритуалов, которые я вам рекомендую в завершении свадебного дня, то будьте готовы к тому, что кроме вас, ведущего и еще пары человек, этот обряд попросту никто не увидит и не оценит. Поэтому я своим парам рекомендую такие объединяющие традиции проводить именно во время выездной регистрации, когда еще хорошая концентрация внимания, да и голова еще свежая. Берите на заметку. Ну, а мы с вами двигаемся дальше и переходим к следующему вопросу. Он звучит так. В какой части выездной регистрации брака лучше проводить объединяющую традицию? Могу поспорить, что до этой минуты, до сегодняшнего дня вы такие вопросы себе не задавали. И это нормально. Об этом, как правило, никто не думает. Но я бы хотела напомнить вам о том, что у выездной регистрации, как и у любого действия, есть начало, кульминация и завершение. Так вот, вот эту логическую цепочку и темп по ритму, который там образуется, ломать и рвать нельзя. В свое время, в 2013 году, по-моему, в 2013, я провела свою первую объединяющую традицию. И раньше я всегда проводила их в самом конце. Все, пара вышла, обмен кольцами, подпись, я объявляю вас мужем и женой, кульминация прошла. И после вот этого мы выдыхаем и уже проводим обряд, красивый ритуал. Можно. Но скажу вам сразу, по своему опыту, в этом году уже будет 10 лет, как я провожу свадебные церемонии. После того, как я говорю, объявляю вас мужем и женой, все, гости на пределе, эмоции зашкаливают. Они уже автоматически встают со своих стульев, им хочется аплодировать, им хочется бежать навстречу к вам, обнимать вас, поздравлять, дарить подарки. Потому что самое важное, ради чего мы собираемся на выездной регистрации, это увидеть, как вы обмениваетесь кольцами, или услышать заветную фразу «объявляю вас мужем и женой». И вот после этого, как правило, гости уже не воспринимают ничего. Поэтому в свое время я пришла к логическому выводу, что объединяющую традицию лучше проводить в середине выездной регистрации. С учетом того, что этот обряд идет не дольше 2-3 минут, а некоторые обряды и того меньше, очень красиво. Самое главное, логично и естественно по темпу, ритму и логике смотрится внутри выездной регистрации любой из вышеперечисленных обрядов. Тоже возьмите на заметку. Еще один вопрос, на который я бы также хотела дать ответ, звучит так. Почему нельзя проводить 2 или 3 объединяющие традиции на выездной регистрации подряд? Ответ прост – будет перегруз. Одна объединяющая традиция – очень хорошо, две – уже многовато. Три – это тотальный перегруз, это будет некая каша в голове, гости просто не поймут. Если вам понравилось несколько традиций из того списка, который я вам отправлю, который я вам предложу, вы можете выбрать их и распределить по всему свадебному дню. Что-то провести во время выездной регистрации, что-то в ходе свадебного вечера. Пожалуйста. Ну а для того, чтобы вы лучше понимали, что из себя представляет каждая из тех традиций, что я приготовила для вас в этом большом списке, на протяжении нескольких наших встреч мы будем разбирать эти интереснейшие обряды. Прежде чем завершить наш выпуск, я бы хотела подвести небольшой итог. Итак, самое главное, что вам нужно знать, что существует как минимум 15 объединяющих традиций, которые никакого отношения к караваю и зажению домашнего очага не имеют. Это самобытные, полноценные объединяющие обряды, которые принято проводить во время выездной регистрации брака. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Не забывайте ставить лайки, нам приятно подписываться, ну и, конечно же, оставлять комментарии. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»